Производство электроизоляционных материалов – это только одно из направлений деятельности предприятия Полоцк Стекловолокно. На уникальном для Беларуси заводе выпускают стеклоткани, ровинги, стеклонити и стеклосетки. Всего более тысячи наименований продукции. Вся она экспортоориентирована. 90% отправляется в страны близкого и дальнего зарубежья. В списке постоянных партнеров около полусотни стран. Что касается географии поставок, то за прошлый год у нас было 44 страны. Если рассматривать предыдущие года, то у нас доходило и до 50 стран. Но сегодня во главу ставится не количество стран, а удовлетворенность потребителей. 30% наше присутствие – это рынок Европы, 30% – это страны ЕС и 30% – страны дальней дуги. В дальней дуге мы относим Японию, Корею, Китай, Тайвань, юго-восточные страны, юго-восточная Азия. Что касается стран Персидского залива, то это Арабские Эмираты и Кувейт. И страны США, Канада, Бразилия, Мексика. В мае 2020-го на предприятии начали строительство нового цеха. И сегодня работы на финишной прямой. На следующей неделе специалисты из Германии приступят к монтажу оборудования. Это займет несколько месяцев. Здесь планируют производить электроизоляционные материалы высокого качества – термо-химобработанные. Мощности рассчитаны на выпуск 2 миллионов метров стеклоткани в месяц. Такую продукцию используют для производства печатных плат. В том или ином виде они есть в любой электронике – телефонах, телевизорах, компьютерах. Поэтому и спрос на так называемые диэлектрики в мире колоссальный и растет с каждым годом. Продукция очень востребована. Наша коммерческая служба делает на нее серьезную ставку. Но для выхода на крупных потребителей мирового уровня, скажем, таких как «Панасоник», нужно пройти определенную сертификацию, которую мы сможем пройти, только лишь производя продукцию в новом цеху на новом высокотехнологичном оборудовании. Завершить наладку оборудования в новом цеху Полоцк стекловолокна планируют в июле. Здесь будут созданы 12 новых рабочих мест. Кстати, этот объект включен в программу ускоренного развития Полоцкого района. Продолжение следует...